На этой неделе команда провела два творческих матча. Как вам? Довольны ли вы этими спаррингами? Какие выводы сделали по итогам этих матчей? Если касается результата, конечно, победа не есть победы. Это всегда приятно. То, что касается содержания, еще есть над чем работать. Радует то, что какие-то действия осмысленные, которые приводят к взятию ворот, это не спонтанно. Радует исполнение, радует понимание. Ну, конечно же, достаточно ошибок, над которыми будем работать. Есть пища для размышлений, поэтому работаем дальше. Будем делать определенные выводы. Понятно, что есть видео, есть анализ. И работать, чтобы устранять ошибки и положительные вот эти моменты закреплять, чтобы их было как можно больше. Если сегодня сравнивают два тайна, какой вам больше запомнился и чем? Два тайма. Первый выиграли 2-0, второй проиграли 0-1. Но, опять же, по содержанию первый тайм запомнился больше. Ну, второй у Слави было преимущество, поэтому и пропустили. Но при всем при этом довольно неплохо действовали впереди. Были моменты для того, чтобы увеличить разрыв в счете. Поэтому здесь однозначно сказать, что лучше, что хуже. Но это все относительно. Сегодня во втором тайме было много игроков дублирующего состава. По прошествии этого времени, этих недель подготовки, можно ли сказать, что какие-то игроки могут закрепиться в основе и этот сезон провести в раздельной команде? Можно об этом говорить, но я бы, наверное, сроки не ставил этот сезон. Следующий я бы хотел отметить, что довольно хорошая молодежь у нас в команде. Это, наверное, же и плюс в том, что детские тренеры хорошо сработали, тренеры дублирующего состава довольно неплохо подвели. То есть хороший потенциал, у них у всех есть желание, у них есть качество, на которое можно обратить внимание, для того, чтобы они дальше закрепились в основном составе. Это уже все зависит от них. Главное – цепляться за шансы, которые им предоставляются. И дальше будем смотреть. Мы всех ждем в основной команде. Если будут соответствовать уровню первой команды, конечно же, они будут играть. И пока есть игроки, которые, на ваш взгляд, соответствуют уровню основной команды? Я бы, наверное, не стал выделять, чтобы не зазнавались. Какие позиции нуждаются в укреплении сейчас? Ну, скажем так, еще идет формирование состава. Это не окончательный, наверное, вариант, при котором мы вступим в сезон. Поэтому селекция, ну, это, еще раз повторюсь, это довольно долгий процесс, он происходит в течение года. И все время, если какие-то есть варианты интересные, понятно, что мы их рассматриваем. И все время любой тренер хочет, чтобы исполнители были как можно лучше, выше уровня. Ну, я скажу, что уже вырисовывается довольно добротный состав, который качественно может выполнять какие-то идеи. И по содержанию, в принципе, моментами очень неплохо смотрится. И если будет усиление, ну, понятно, что это должны быть люди основного состава, которые будут играть и приносить пользу команде. Ну, до первого официального матча осталось чуть больше месяца. Насколько комплектована наша команда? Есть обойма, от чего можно отталкиваться. Скажем, это фундамент, хребет, как угодно это называйте. Но уже есть и ребята, которые остались с прошлого года, и есть ребята, которые пришли, на которых мы рассчитываем. Уже есть футболисты, которых подписываем, подписали. И, надеюсь, будем подписывать, для того, чтобы уже именно сформировалась команда, с которой можно идти в сезон и решать большие задачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.